Третий Спас Ореховый, 29 августа. Какие существуют народные приметы и традиции? Ореховый Спас завершает череду летних праздников Спаса. Он отмечается в самом конце лета, поэтому еще называется Холодный Спас. К концу лета как раз созревали лесные орехи, которые собирали и светили в церкви. После этого угощались и запасали их на зиму. Поэтому в народе праздник именовался как Ореховый Спас. По приметам, если в этот год хорошо уродили орехи, то на следующий год ждали богатого урожая хлеба. Еще одно название Хлебный Спас праздник получил в честь окончания жатвы, начала посева озимых и выпекания первого хлеба из зерна нового урожая. В народе говорили Третий Спас – хлебоприпас. Издавна в конце лета проводились ярмарки, где продавали домотканные холсты и полотно, а потому 29 августа еще называли Холщовый Спас. В народе о праздниках Спас говорили так. Первый Спас на воде стоят, второй Спас яблоки едят, третий Спас на горе холсты продают. Традиционно на Ореховый Спас девушки гадали на орехах, срывали их с дерева. Если плод спелый – к любви, недозрелый – стоит ждать важную новость, гнилой к беде, горький орех к проблемам в отношениях. Если удавалось найти два сросшихся ореха, это к везению. Их нужно сорвать левой рукой, положить в кошелек, тогда будут водиться круглый год деньги. По некоторым приметам судили о том, какой будет зима. Если журавли потянулись на юг, значит зима будет ранняя, а жара в этот день предсказывает, что во второй половине сентября будет холодно и дождливо. Хорошая погода в этот день, значит запасов хватит на всю зиму, поскольку она по приметам будет короткой. На ореховый спас, несмотря на то, что календарь показывал лето, фактически наступала осень, становилось холодно. Многие перелетные птицы отлетали на зимовку в теплые края, например, ласточки и журавли. В народе говорили, успение пришло, солнце на осень пошло. Перед ореховым спасом отмечают успение Пресвятой Богородицы 28 августа и завершение Успенского поста. Ореховый спас – традиционное время ярмарок и время покупок. Отправляться туда просто посмотреть нельзя. Обязательно следовало что-нибудь купить, чтобы на будущий год не испытывать недостатка в деньгах. Особенно ценным считалось принести с ореховой ярмарки полотно. Одежда для ребенка, сшитая из него, обещала малышу здоровья и благополучия его семьи. На ореховый спас освещают источники, а еще ходят в баню и парятся там с ореховыми вениками. Считается, что сила воды и ореха сделает тело крепким и защитит от недоброго глаза. Самое главное блюдо на столе в этот день – это хлеб, испеченный из муки нового урожая. Отсюда пошло еще одно название орехового спаса – хлебный. Кроме хлеба также готовят в этот день пироги с грибами и блюда с орехами, которыми обязательно угощают родных и близких. Начиная с третьего спаса сеяли озимую рожь. Как правило, прихожане, идя в церковь в этот день, клали в корзину различного вида орехи, яблоки, мед и даже овощи. На ореховый спас птицы улетают в теплые края. Если журавли улетели, жди морозов на покров. Грозовой беспокойный август считают предвестником долгой и теплой осени.